Всем здравствуйте! Вы на канале Элина Франц. Мы сегодня поехали к свекру и свекрови, потому что они уехали, так можно сказать, в маленький отпуск. Они поехали к знакомым и потом поедут в Испанию. А нас попросили немножечко заняться домом, присмотреть и, конечно, покормить кота, полить сад огород. Так что мы поедем к ним, там же и пообедаем, а потом, наверное, скорее всего, поедем гулять. Так что, кому интересно, оставайтесь с нами и проведем вместе еще несколько дней. Виноградники стоят все зеленые. Сегодня погода такая немножечко серая, но и лучше прохлада. Даже дождик чуть-чуть был утром, и виноград, скорее всего, будут уже скоро собирать. Секам? Для ванданджи? Для ванданджи? Ле ванданджи. Ле ванданджи, спрашиваю, какого рода сбор винограда ванданджи. Ле ванданджи. А вот, он говорит, что уже сейчас скоро совсем будут собирать виноград. Так, свекровь нам оставила целую нотацию, что нужно сделать. Так что, мы сейчас будем читать, как правильно заниматься хозяйством. И они тут нам оставили. Дедушка наделал рататуя, овощного рагу. Сейчас пожарим мясо, будем лопать и отдыхать. У меня спросили, то есть, задали такой вопрос, почему у свекрови такой серьезный, даже можно сказать, суровый, недовольный вид. Что я вам скажу? Ну, у каждого свое выражение лица. В принципе, моя свекровь очень неплохой человек. Просто к каждому нужно найти свой подход по-умному. Иногда нужно закрыть глаза на какие-то выпады, так можно сказать, притереться друг к другу. У меня свой характер тоже нелегкий. Салю, Влады! Вот, у нее свой характер. Самое главное, что она очень любит моего сына Владислава. Ко мне она на людях, и когда мы с ней встречаемся, относится очень хорошо. Ну, а там уж, конечно, у всех свои характеры. И знаете, вот, например, сегодня мы приехали к ним, чтобы заняться домом. Они попросили, и, солнышко, простите, очки одену, и они все приготовили. Она купила продукты, дедушка приготовил блюда, чтобы мы без проблем могли пообедать и ни о чем не беспокоиться. Я думаю, что это тоже о многом говорит. И очень часто она мне помогает с Владом, когда она иногда как бы покупает ему одежду и для школы, спрашивает, что он хочет. Самое главное, что он очень часто теперь остается у бабушки и дедушки, и он очень доволен. Так что нужно просто понять друг друга и жить в мире и дружбе. Для меня это самое главное. Сейчас я быстро сделаю салатик. Это салат, который называется Маш во Франции. И помидорки, которые свекровь покупает у производителя. А там я вам хотела показать. У меня жарятся такие в виде котлеток, стейков. Почему хотела показать, потому что я ни разу не показывала. Во Франции они называются турне-дошери. Турнодо, спрашиваю, чтобы не ошибиться. У француза. И переводится это, если дословно перевести, турне, это поворачивать до спина. То есть котлетки, которые нужно переворачивать, как и у нас. Но только они у мясника их покупают. И в них кроме фарша ничего не добавляют. Здесь 12% ковяжий фарш. Так что мы сейчас будем кушать. И всем, кто кушает, приятного аппетита! Мы пообедали и решили не сидеть дома, а поехать в департамент Вуклюз, который находится несколько километров, примерно... Секомбьен километр? 30 километров. Примерно это 30 километров. Там очень красивые места. Так что я беру вас с собой и немножечко погуляем. Мы уже подъезжаем к месту назначения. Туристов, конечно, очень-очень много. Я думала, что будет уже поменьше, так как конец августа. Но нет, ошибаюсь. Я просто обожаю это место. Мы сюда приезжали с мужем уже несколько раз. Я всегда его уговаривала свозить вас туда. И вот представился случай, и мы туда едем. Эта деревня называется Фонтен-де-Вуклюз. Здесь находится музей сантомов. Фигурок, фигуринок для Рождества. Можете, кто приедет, обязательно посетить. Это очень интересно. А мы сейчас будем подниматься немножечко выше и покажем вам всю здешнюю красоту. Здесь очень много различных ресторанчиков, которые выходят на канал. и, конечно же, различных магазинов, где можно купить сэндвичи, напитки и различные подарки, сувениры. Мешочки с лавандой. Игрушки. Полотенчики. В Провансе очень любят вот такие полотенчики кухонные. Или на кухню, или в ванную, чтобы вытирать руки. И называется это Минни и Сюймэм. Различные сет де табли. Называется сет. Это такие штучки, которые я не знаю по-русски, забыла, простите меня. Под тарелки на стол. Ангелы. Я люблю приезжать сюда, потому что я природу здесь просто обожаю. Здесь такая красота, что я могу оставаться здесь часами и часами. И сейчас мы пойдем в галерею, где находятся различные магазинчики, где делается все своими руками. И я вам немножечко покажу. Самый первый магазинчик, это магазинчик все из стекла, дутого стекла, браслеты, статуэтки. Сейчас мы туда зайдем и посмотрим. Какая красота! мужчина гравирует стакан. Бонжу! Мужчины мои остановились и смотрят скорпионы. Ситуа, Влад? Скорпион? Сколько? У Влада знак зодиака скорпион. Мы зашли в магазин сладостей. Смотрите. Какая красота! Рай для детей. мармелад. 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 из земляники Виктории это меренги. Это такие сладости, которые французы очень любят из яиц белого, из белка. В этом году очень-очень много магазинов, которые закрыты. очень жаль, потому что магазины здесь были прекрасные. Магазин меда. Мы уже вас туда водили. Это точно такой же. Ну, пойдемте дальше. здесь у нас находится большой бутик магазин парфюма Le Parfum de Grasse. Сейчас я попробую спросить, можно ли снимать или нет. Но еще один небольшой запрет. Сказали, что нет. Это уже во втором магазинчике, который мне запретили снимать. ничего страшного. Так что кто будет здесь, в Fontaine de Vucluse, можете зайти в этот магазин и купить, попробовать, потестить различные парфюмы. купить. А здесь небольшая старинная фабрика. Как раньше делали бумагу. Все вручную. Это тоже очень интересно. сейчас сейчас мы вам покажем. Мужчина там работает. Надеюсь, что вам будет слышно меня, потому что здесь шум. посмотрите. Вот бумагу сделают из старого текстиля. Из старых различных тряпок. и посмотрите. Просто напросто вот эти молотки разбивают эти тряпки. Превращают в масло и потом в бумагу. В начале видео я вам сказала, что это канал. Простите меня, я ошиблась. это река. Как шумит вода. Завораживает. А на самой скале находится разрушенный замок Шато де Век Кавайом. А сейчас мы будем подниматься немножечко в гору. И там в горе находится небольшое озеро так называемый фонтен де Вуклюзе. И мы вам его сейчас покажем. Иногда он наполнен водой, иногда он полностью сухой. я надеюсь, что я смогу подойти, потому что там всегда очень-очень много туристов. И пробиться, чтобы посмотреть, не так-то легко. Здесь платаны, красота, люди сидят, отдыхают. и этот цвет лазурный, зеленый. Как же это красиво. Мы остановились почитать историю. Здесь итальянский пиософ Франсуа Петраарк приезжал сюда, чтобы медитировать. Прекрасное место для медитации. Продолжаем наш подъем. Уже дышим с трудом, но идем. Все, добрались мы. Народу, конечно, здесь очень много. И предупреждение, что достаточно опасно спускаться и смотреть. Но люди идут, попробую я. Ну вот добрались мы до самого важного места. Внизу самые смелые, многие остаются наверху. И него воды совершенно низкая. Сейчас я попробую вам приблизить. поднимается поднимается очень высоко, 200-300 метров, и вода становится очень-очень зеленого малахитового цвета. поднимается пляжа. И пляжа. И еще раз прогулялись вы с нами. Показали мы вам еще одно прекрасное место в Провансе. Спасибо всем, кто остается с нами на нашем канале Ирина Франс. И до новых встреч. Пока-пока. Подписывайтесь. Мы вам очень рады. Салют-салют. Салют-салют.